Столбчатый фундамент. Разновидности используемые материалы, этапы монтажа. Разновидностью оснований для легких и сверхлегких постройок является столбчатый фундамент. Эта конструкция фундамента одна из самых дешевых, поэтому ее зачастую применяют при строительстве небольших хозяйственных и дачных построек. Применение преимущества и недостатки столбчатого основания. В некоторых ситуациях фундамент на столбах является предпочтительнее других конструкций. Возведение постройки со стенами из легких строительных материалов и без подвального помещения. При возведении временных сараев и прочих хозпостроек. Необходимость максимально сэкономить на фундаменте. Все перечисленное плюс нецелесообразность возведения ленточного фундамента. Кроме того, популярность столбчатого основания характеризуется следующими преимуществами конструкции. Для монтажа столбов требуется минимум времени. Невысокие затраты на рабочую силу. Доступность строительных материалов. Обычно нет необходимости в специальной строительной технике. Требуется минимум материалов для тепла и влагоизоляции. Длительный период эксплуатации. Возможность монтажа конструкции на грунтах, подверженных значительному промерзанию. Простота в обслуживании и ремонт конструкции. Себестоимость столбчатого основания значительно ниже по сравнению с другими фундаментами. Не рекомендуется монтаж столбчатой конструкции при следующих ситуациях. Наличие слабых или подвижных грунтов на строительной площадке. Почва имеет в своем составе значительную часть торфа или глины. Высокий уровень залегания грунтовых вод. Использование тяжелых строительных материалов и возведение нескольких этажей. Перепад высот на строительной площадке более двух метров. Также от столбчатого фундамента придется отказаться, если по каким-либо причинам под постройкой нужен подвал. Устройство конструкции и разновидность. Столбчатый фундамент представляет собой установленные в определенном порядке столбы, удерживающие строение и передающие нагрузки от него почве. Обычно у столбчатого фундамента расстояние между столбами от полутора метров до двух с половиной метров друг от друга. Меньше попросту не целесообразно, тогда главный козырь фундамента дешевизна окажется сомнительным. Больше не делается по причине возможности провисания лаг и расшатывания всей конструкции в будущем. В обязательном порядке столбы монтируются под углы точки пересечения стен, по линии установки несущих стен и балок будущего строения. В разрезе сечения опоры может быть круглым или прямоугольным. Материал для изготовления может использоваться разный. Монолитный железобетон – наиболее долговечная и устойчивая конструкция, которая изготавливается из бетона. Усиленного арматурной решеткой – кирпич. Рекомендуется использовать красный полнотелый керамический кирпич. Он обладает высокой прочностью, устойчив к низким температурам и не впитывает влагу. Бетонные блоки – немногим уступают монолитному железобетону, но для их монтажа необходимо использовать специальную технику, так как блоки обладают значительным собственным весом. Бут или бутобетон – смесь бутового камня с бетоном, применим для легких хозяйственных построек, но ощутимо утяжелит смету. Здесь потребуется тщательный подбор камней, так как от степени прилегания их друг к другу зависит плотность опоры. Дерево. В последнее время деревянные столбы под фундамент используются только для временных и самых легких построек. В любом случае применяются твердые сорта древесины – дуб, сосна или лиственницы. Объединение столбов в монолитную конструкцию проводится при помощи ростверка. Виды ростверка. Чтобы нагрузка от строения равномерно передавалась к грунту, на столбы устанавливают ростверк. Он соединяет столбчатые элементы конструкции в единую систему и сводит к минимуму разницу усадки стоек основания. На этапе монтажа столбчатых оснований у них устанавливается специальный штырь или болт, на который впоследствии будет смонтирован ростверк. Варианты оборудования ростверка. Деревянные балки с большим сечением применяются для деревянных строений небольшого веса. Двутавровые или тавровые конструкции могут использоваться как отдельный элемент или служить основанием под деревянные лаги. Бетонные балки могут быть сборные или монолитные. Устанавливаются при необходимости обеспечить максимальную устойчивость и прочность постройки, если для возведения используется плотная древесина или сравнительно тяжелые строительные материалы. Расчеты для монтажа столбчатых опор. Перед установкой конструкции необходимо выполнить обязательные расчеты и подготовить строительную площадку. Перед началом расчетов необходимо взять пробу грунта на глубине 0,5 ниже уровня монтажа столбов. Проведенный анализ позволит понять, подойдет ли почва под монтаж столбчатого фундамента. К необходимым расчетам относятся определение веса будущей постройки. Это позволит определить общее давление на грунт, суммарную массу стен, перекрытий, крыши, ветровой нагрузки, планируемые мебели. Расчет количества опор. Перевинтростроение делится на 2 метра. Шаг монтажа опор. Кроме того, необходимо добавить столбы, которые будут установлены под внутренние опорные стены и перекрытия. Площадь опорных столбов – табличные значения. Например, площадь опоры диаметром 40 см составляет 1250 см квадратных. От площади опорных столбов напрямую зависит их количество. Чем меньше площадь опоры, тем больше их количество необходимо установить. Для каждого материала установлен минимальный размер сечения опоры. Для монолитного железобетона эта величина составляет 0,3 метра, кирпича 0,38 метра, бетон 0,4 метра, бута и бута бетона 0,6 метра. Расчет основания столбов должен выполняться с таким расчетом, чтобы размер опоры превышал толщину стены на 10 см, по 5 см с каждой стороны. Подготовка к работе. Начало работы начинается с подготовки строительной площадки и материалов. Для обеспечения строительства необходимо очистить площадку от мусора. Растительный слой почвы убрать на глубину 15-20 см и на 2-3 метра в стороны от строительной площадки. Провести выравнивание строительной площадки, проверить ровность участка. Для этого используют строительный уровень, установленный на доску длиной около 2 метров. Если под срезом плодородного грунта обнаруживается глинистая почва, то надо оборудовать песчано-щебневую подушку. После того, как участок готов, можно приступать к строительству. Выполнение строительных работ. Разбивка основания. Суть работ заключается в том, что схема монтажа опор переносится с чертежа на строительный участок. Перед разбивкой основания по периметру будущей постройки на расстоянии 1-2 метров от него делают так называемую обноску. Это обыкновенные столбики, на которые набиты деревянные планки. Между планками натягивается веревка, которая и будет размечать строительный участок. Далее отмечаются детали фундамента, ямы и траншеи, их размеры и глубина. По периметру и внутри основания. Из веревки делаются растяжки с указанием места бурения скважин под опоры. Осевые линии угла строения контролируются измерительными приборами. Их расположение друг к другу должно находиться строго под углом 90 градусов. Теодолитом проверяют низ площадки углы будущего строения и мест соединения стен. Отметка после проверки должна быть аналогична проектному показателю. Полезно знать. Теодолит – измерительный прибор для определения горизонтальных и вертикальных углов при топографических съемках, геодезических измерениях в строительстве и прочих работах. Ямы под опоры. Под железобетонные или сборные основания ямы роют с использованием специальной техники или вручную. Ямы должны иметь вертикальную форму. Если грунт не сыпучий и глубина ямы не превышает 1 метра, то ее стенки могут быть прямыми. При глубине котлована более 1 метра или наличии сыпучего грунта, стенки ямы делают наклонными наружу. При необходимости укрепляют досками или распорками. Глубина ямы под столбы должна превышать проектную величину на 0,2-0,3 метра. Ширина котлована должна отличаться от проектной ширины на 0,2-0,4 метра в каждую сторону. Это даст возможность свободно смонтировать опалубку и установить распорки. Под круглые столбы ямы выполняются специальным автоматическим или ручным буром. Для уширения основания используется бур, оборудованный специальными складными ножами – тисе. На заданной глубине ножи открываются и выполняют проектное уширение основания. В любом варианте ширина столбчатого основания должна превышать ширину стен будущего строения. Строительство подушки. Под каждым столбом оборудуется песчано-щебневая или просто щебневая подушка. Это устранит морозное пучение. Подушка должна превышать размеры основания столба на 0,1-0,2 метра со всех сторон. Дно котлована на высоту 0,1-0,15 метра засыпает щебнем, который после засыпки трамбуется. На утрамбованный щебень укладывается слой крупнозернистого песка высотой около 0,1 метра. Поливается водой и трамбуется. Общая высота слоя должна быть такой, чтобы после его укладки можно было выйти на нулевой уровень установки основания столба. Чтобы из бетона, который будет заливаться, не уходила вода, подушка накрывается полиэтиленом или рубероидом. При оборудовании ям под круглые столбы принцип установки подушки аналогичен. Трамбовка выполняется при помощи длинного шеста. Монтаж опаловки. Для изготовления бетонных монолитных столбчатых опор может применяться многоразовая или одноразовая несъемная опаловка. Многоразовая опаловка представляет собой конструкцию, которая изготавливается из различных материалов и может собираться в разных вариантов. Это могут быть доски, которые собираются в щиты разных габаритов, фанерные листы толщиной 1-1,5 см, металлические съемные опаловки, пластиковые сборные опаловки. Металлические и пластиковые опаловки чаще применяются в промышленном строительстве. Для деревянной опаловки используется струганная односторонняя доска толщиной от 2 до 4 см и шириной 12-15 см, влажностью не более 20%. Монтаж досок проводится струганной стороной внутрь. Доски или фанеры для опаловки должны быть влажными, иначе они будут впитывать влагу из бетона. В качестве одноразовой опаловки используются трубы из твердого картона или пластика толщиной 0,5 до 2,5 см. Диаметр труб и их длина могут быть различных размеров. Внутренняя поверхность труб обработана водоотталкивающим раствором. Роль одноразовой опаловки может использовать обычный рубероид. В качестве несъемной опаловки может использоваться кирпичная кладка, азбестовая или пластиковая труба, тот же рубероид. После заполнения бетонным раствором такая опаловка не снимается. Арматурный стакан формируется из арматурных стержней диаметром 1-1,2 см. Количество стержней в одном столбе может достигать от 4 до 6 штук. Могут располагаться квадратом или по кругу по всей длине через каждые 15-20 см. Арматурные стержни скручиваются проволочной рамкой или кольцом, для которых используется арматурная проволока диаметром 0,6-0,8 см. Такое соединение придаст устойчивость арматурным стержням, жесткость арматурной конструкции и столбчатому основанию в целом. Расстояние от арматурных стержней до опаловки не должно быть менее 5 см. Если планируется впоследствии возведение монолитного бетонного растворка, то рекомендуется арматурные стержни вывести наружу. Это упростит сцепление столбов с ростверком. Если планируется монтаж деревянной, двутавровой или тавровой балки, желательно предусмотреть установку в застывший бетон монтажного стержня или болта. Заливка раствора. Для обычного железобетонного основания раствор заливается частями по 0,3 метра высотой. Каждая такая часть отдельно вибрируется, чтобы воздушные пузырьки вышли наружу. Такая процедура повторяется до тех пор, пока внутренняя емкость опаловки не будет наполнена на проектную высоту. Если под столбы используется кирпичная кладка, то раствор делают из портланд-цемента марки не менее М300. Лучший вариант – это марка М500. Раствор может быть нескольких вариантов изготовления. Цемент – одна часть, песок – три части. Цемент – одна часть, песок – десять частей. Известняк – три части. Цемент – одна часть, песок – десять частей, глина – одна часть. Прибутовые кладки применяют камни толщиной не более 25 см. Укладка проводится на раствор с максимальной подгонкой камней друг к другу. Пустоты заполняются средним или мелким щебнем с последующей тромбовкой. Для повышения прочности ароматурная решетка прибутовой кладке может устанавливаться в любом положении. Опоры столбов фундамента должны быть одной высоты. Для этого необходимо постоянно следить за вертикальной плоскостью и отбивать лишнюю величину. Застывшую верхушку снять сложно и требует лишних затрат. Декорирование подпольного пространства. При возведении постройки на столбчатом фундаменте между уровнем земли и рёстверком черновым полом получается проветриваемое пространство. Это позитивно влияет на поддержание постоянного уровня влажности материала, но негативно сказывается на теплоизоляции помещения. Кроме того, в устующем пространстве могут поселиться животные. Поэтому в большинстве случаев устующее пространство стараются зашить. Для этого применяется один из вариантов. Обивка по периметру листовым или отделочным материалам. На столбы фундамента крепят несущие рейки. К ним при помощи саморезов или оцинкованных гвоздей прикрепляется отделочный материал. Изготовление забирки. Между столбами из кирпича или камня выполняется вкладка в один ряд. При этом можно монтировать декоративные элементы для цилиндрических столбов фундамента. Оба варианта могут иметь свою дизайнерскую красоту, но вариант забирки будет стоить несколько дороже. Пристроенные конструкции. Участок уже выстроенной постройки может добавляться дополнительной конструкции. В случае со столбчатым фундаментом, когда коробка не стоит на земле, как минимум такой конструкции может стать крыльцом. Также может быть пристроено другое помещение, которое по своей массе будет легче существующего. В любом случае для пристраиваемых конструкций изготавливается свой контур и свой фундамент. Так делается из-за того, что конструкции имеют различную массу. И если они будут жестко связаны, то в случае усадки основной коробки пристройки будут деформироваться и разрушаться. Фундаменты коробки и пристроек не должны соприкасаться. Между ними устанавливается деформационный шов. Для шва используются плотные материалы с хорошей поглощающей способностью. Например, сложенные в несколько рядов рубируют минеральная вата, резиновые прокладки. Заключение. Самый большой плюс столбчатого фундамента в его цене. Ведь для такого основания не нужны специальные стройматериалы или высокая квалификация рабочих. Но всегда надо помнить, что столбчатые фундаменты предназначены исключительно для легких построек. Строить на таком основании жилой дом не возьмется ни один специалист, который заключает с вами договор, где будут прописаны гарантийные обязательства. Субтитры подогнал «Симон»